Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина в Самарском дворце ветеранов состоялась литературно-музыкальная гостиная. В Тольятти съехались титулованные пилоты и любители драйва, чтобы посоревноваться в скорости и уникальности своих транспортных средств. Все это Жигулевская миля, первый национальный фестиваль скорости. Главная дистанция равна длине конвейера автоваза 1433 метра. Губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду, что фестиваль Жигулевская миля станет традицией, важным событием, которое будет привлекать туристов. Фестиваль продлится до 11 февраля. В Самаре дали старт Году семьи. В торжественной церемонии приняла участие глава города Елена Лапушкина. Она поздравила и наградила благодарственными письмами многодетные семьи. Во время праздника также состоялась передача огня Всероссийского семейного очага в Самару. Подробности расскажем в сюжете. Источник любви, уважения и взаимной поддержки президент России Владимир Путин объявил 2024 годом семьи. Ведь крепкая большая семья – залог стабильности и процветания общества, основа государства. Сегодня Году семьи дали официальный старт в Самаре. Жителей поздравила глава города Елена Лапушкина. Что такое семья для каждого из нас? Это место, куда мы стремимся всей своей душой. Это место, где нас ждут с нашими проблемами, с нашими успехами, с нашими приятностями и неприятностями. Где нас в любом случае поддержат. Безусловно, для всех органов власти поддержка семьи является одной из главнейших задач. Вы видите, что каждый год меры поддержки увеличиваются. Вы видите, что реализуются национальные проекты, которые в 2018 году инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это и здравоохранение, это национальный проект демократии, национальный проект образования и многое-многое другое. И все это призвано для того, чтобы наши семьи были большими и крепкими. Елена Лапушкина наградила благодарностями главы городского округа Самара пять многодетных семей за вклад в воспитание детей. Кульминацией праздника стала передача городу семейного огня. Напомню, что церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» прошла в Москве в рамках форума «Родные и любимые». Огонь для «Сердца России» привезла многодетная семья Свято-Троицкого монастыря, который находится в Муроме, на родине Святых Петра и Февронии, история любви которых – одна из самых почитаемых в России. На Самарскую землю семейный огонь доставили молодожены Екатерина и Кирилл Казаковы. Лампадку установили в ЗАГСе Самарской области, откуда огонь раздали во все муниципалитеты региона. Семья Елены и Сергея Борисовых зажгли свой семейный огонь в ЗАГСе. Родители воспитывают шестерых детей, у них трое сыновей и три дочки. Для нас это, во-первых, большая честь передавать частичку огня. И мы были, в общем-то, удивлены, когда нас выбрали. Но это действительно очень важно, потому что очаг семейный – это символ. Пока мы вместе, мы сила. Сегодня семья Борисовых передала огонь семейного очага метрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию. Лампадка будет храниться в храме Георгия Победоносца на площади Славы, чтобы каждая самарская семья могла взять частицу огня для своего домашнего очага. Семья, но она период семь и я. Это прежде всего, конечно, шестерые годы родителей. Это ответственность за их воспитание, внутренний мир и определение дороги в жизнь. В год семьи особое внимание будет уделяться сохранению традиционных семейных ценностей. Поэтому среди ключевых задач – создание условий для повышения рождаемости, укрепление репродуктивного здоровья граждан и поддержка семей. Если что, и есть, и вечно есть, небо, и вечно есть, небо, и вечно есть. Если расти меня, и отвлечь меня, это сердце земли моей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. В России стартовал проект «Всей семьей», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям». Проект приурочен к объявленному президентом году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. В рамках проекта семьи участницы должны раз в неделю выполнять несложные задания. Например, все вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию с рассказом, как семья выполнила задания в социальной сети с хэштегом «Всей семьей» и «Всей семьей 63». Для этого нужно пройти простую регистрацию, зайти в группу проекта ВКонтакте или в Одноклассниках и выполнить простые инструкции. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Их ждут особенные ценные подарки, например, 100 семейных туров по России. От проекта больше, чем путешествия. Узнать более подробную информацию о проекте можно на его официальном сайте всейсемьей.рф. Цель этого проекта, конечно же, объединить всю семью. Семья – это не только мама и папа и дети. Семья – это бабушка, дедушка. И чем больше вы привлечете в свою семью людей, тем интереснее будет выполнять данное задание. Мы приглашаем всех жителей города Самары принять участие в семейном проекте и рассказать всей России, что жители и семьи города Самары – это самые активные, самые интересные, самые дружные семьи. В Самаре в ежедневном режиме продолжается уборка снега и очистка дорог и тротуаров. Особое внимание у коммунальщиков к улицам, которые были отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», чтобы эти участки как можно дольше служили. Как работы выполнили на улице Солнечной увидела наша съемочная группа. Близость к побережью Волги дала улице Солнечной необычный рельеф. Здесь много перепадов высот, лестницы и спуски к прилегающим улицам. Поэтому для пешеходов особенно важно, чтобы эти участки были своевременно почищены. А проходят и проезжают здесь много людей. Микрорайоны, расположенные на просеках, активно заселяются. И Солнечная постепенно стала одной из важнейших в промышленном районе. Поэтому прошлым летом ее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Улица Солнечная является одной из центральных артерий города. Также здесь большой трафик транспорта проходит, в том числе маршрут общественного транспорта. Поэтому она имеет важное значение. И первоочередная задача – осуществлять здесь уборку и вывод снега для обеспечения безопасности движения транспорта и людей. В уборке улицы задействована бригада из восьми дорожных рабочих, которые занимаются расчисткой тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов. А также четыре единицы техники. Трактор сгребает снег в кучи, загружает его в самосвалы, а небольшой погрузчик помогает в очистке там, где большой техники не развернутся. Все работы проходят под контролем как специалистов профильного департамента, так и общественников, которые следят за качеством уборки. Чтобы не трескался асфальт, чтобы это было как можно лучше сохранено, конечно, нужно применять и реагенты, и убирать снег, но, естественно, производить уборку, которая будет по всем нормам, которая должна быть. Водители тоже оценивают уборку улиц и отмечают, что важно следить за дорогами, которые были отремонтированы, чтобы они служили как можно дольше. Важно не то, что их отремонтировать, но и поддерживать их в рабочем состоянии, убирать периодически регулярно снег, посыпать реагентами, чтобы водителям было комфортное вождение. На других улицах работы тоже не останавливаются. С начала февраля на площадке складирования снежных накоплений вывезено уже около 63 тысяч тонн снега. К утру 9 февраля на дорогах 2, 3, 4 категории обеспечена возможность беспрепятственного движения транспорта, в том числе общественного, и пешеходов. Расчищали и вывозили снег в дневную смену, 317 единиц специализированной техники и 3269 уборщиков. По прогнозам Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха без существенных осадков. Не исключена гололедица. Поэтому улицы активно обрабатывают противогололедными материалами. За сутки использовали более 193 тонн. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Константин Головин. События. В Самарском избиркоме состоялось подписание протокола взаимодействия избирательной комиссии и общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами. Общественники будут наблюдать за процессом не только в три дня голосования, но и в течение всей избирательной кампании. В течение всей избирательной кампании члены общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами будут контролировать легитимность процесса. В обл. избиркоме был подписан протокол взаимодействия избирательной комиссии и общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами. 954 избирательных участка будут оборудованы системой онлайн-наблюдения. Информация будет транслироваться в Центре общественного наблюдения, где будут находиться как эксперты, так и волонтеры. Любой избиратель на силу закона имеет право прийти в этот центр общественного наблюдения и посмотреть, что же там происходит. Кандидаты партии, которые выдавлены для кандидатов, также могут иметь доступ к этому спецпорталу. Уполномоченный правом человека также доступ предоставляется по специальным каналам связи, может отслеживать все, что происходит на избирательных местах. Члены штаба по независимому общественному наблюдению за выборами провели около полусотни семинаров по всему региону. Слушателями стали порядка пяти тысяч активных граждан, которые подтвердили, что обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы осуществлять независимое наблюдение на избирательных участках. У нас сейчас достигнут высокий уровень согласия и единения в обществе. И у нас есть для этого основания быть согласными и едиными. Но избирательная компания, она сама по природе своей конкурентна. И, конечно, здесь конкуренция личности, конкуренция идей, принципов, конкуренция интересов. И в этих условиях надо создавать возможность главному участнику избирательного процесса, а именно избирателю, условия, которые позволят ему свободно выразить свою волю относительно того кандидата на должность президента, который соответствует его ожиданиям, его пониманию перспектив развития нашего государства. В этом году в состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации, всего 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседателя президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Виктория Шара и события. Больше, чем просто профессия. В Самаре в школе 132 прошел финал окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2024». В результате отборочных испытаний определились шесть финалистов. Это как начинающие, так и опытные представители профессии, учителя истории, математики, информатики, русского языка и других предметов. Ксения Баканова расскажет подробности. У нас информации в интернете что? Много. Огромное количество информации. И вот выбрать среди нее нужную нам будет очень сложно. Алексея Мурзакова с детства привлекали компьютерные технологии. Учитель информатики уверен, современному человеку важно уметь в них хорошо ориентироваться. Поэтому и решил поделиться своими знаниями с аудиторией. Признается, из-за загруженности в школе, времени на подготовку к конкурсу профмастерства «Учитель года Самарской области 2024» оставалось немного. Но именно эта практика помогла. А еще поддержка любимых учеников. Алексей Мурзаков стал победителем в номинации «Молодой учитель». Приходя с работы и опробировав на большом количестве часов и на детях, вместе с ними попробовав что-то новое, добавив это в конкурс, в свое выступление, в свой этап, мне кажется, это наоборот в плюс. Они мотивировали, да, они просят, они говорят, они болеют. Даже сейчас диалоги, они пишут, Алексей Алексеевич, удачи. В школе номер 132 прошел финал окружного этапа конкурса. За победу боролись шесть педагогов. Сегодня участники продемонстрировали мастер-классы. На выступление у каждого было 15 минут. Члены жюри оценивали не только уровень знаний и подготовки, но и оригинальность подачи материала. Специалисты отмечают, радуют, что в своей работе педагоги активно используют цифровые технологии. Если раньше, как только дело касалось технических средств обучения, то мы начинали все нервничать и конкурсант, то сегодня уже вот все, что касается ноутбука, клипов, видеоматериалов, это уже все настолько, скажем так, вошло в жизнь и плоть преподавания, что уже у нас техника не отказывает, как правило. Традиционно среди учителей есть как начинающие, так и опытные. Организаторы уверены, участие в таких конкурсах – это бесценный опыт для каждого представителя профессии. Колоссальный рост происходит с любым педагогом, потому что ты, готовясь к уроку или готовясь к мероприятию, поднимаешь не только все свои ресурсы. Я очень надеюсь, что и ресурсы образовательной организации. Я поздравляю тех, кто понимает это. Победителем конкурса «Учитель года Самарской области-2024» стала Алла Романова, учитель истории и общества знания 84-й Самарской школы. Ксения Баканова, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. ДТП с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали 4 человека, произошло 8 февраля на обводном шоссе Тольятти. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливали обстоятельства произошедшего, пострадавшим оказали необходимую помощь. Госавтоинспекция в связи с неблагоприятными погодными условиями просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. С 9 по 11 февраля сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. В Самаре 12 тысяч юных пациентов получили помощь в новом подразделении городской клинической стоматологической поликлиники номер 1 на Мехзаводе. Оно работает с июня 2023 года. В нем получают помощь юные жители Красноглинского района и близлежащих территорий Самары. В региональном Минздраве напомнили, что новые условия для оказания стоматологической помощи детям в поселке Мехзавод созданы на базе детского поликлинического отделения городской больницы номер 7. Детское отделение обновили в 2021 году благодаря национальному проекту здравоохранения, который реализуется по решению президента России Владимира Путина. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе введется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию современных условий для лечения детей. Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России приглашает увлеченных темой метрополитена ребят пройти регистрацию для участия в транспортной олимпиаде 2024. Как уточнили в администрации Самары, конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее достойных учащихся общеобразовательных организаций, проявивших высокий уровень знаний в области организации и порядка работы метрополитенов Российской Федерации. Принять участие в отборочном онлайн-этапе могут подростки с 12 до 15 лет. Для этого необходимо до 4 марта подать заявку на сайте Олимпиады. После отборочного тура конкурсантов ждут региональные и заключительные этапы. В Самарской области изменили график движения электропоездов в связи с праздником Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. С 22 по 26 февраля внесли следующие корректировки в расписание электричек. 22 февраля по рабочему дню пятница, 23 и 24 февраля по выходному дню суббота, 25 февраля по выходному дню воскресенье, 26 февраля по рабочему дню понедельник. Памяти великого поэта. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 187-летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина, прошла во Дворце ветеранов. Ее назвали в честь одного из самых известных стихотворений поэта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Со сцены прозвучали как стихи знаменитого автора, так и творения самарских поэтов, вдохновленных его творчеством. Подробности далее. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 187-летию, со дня гибели великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, прошла во Дворце ветеранов. Ее назвали в честь одного из самых известных стихотворений поэта «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Со сцены прозвучали как стихи Пушкина, так и творения самарских авторов, вдохновившихся его творчеством. Литературные гостиные во Дворце ветеранов – это мероприятие регулярное. И мы стараемся на этих гостиных объединять людей, которые к нам приходят. У нас в Самаре много литературных объединений. Но нам здесь, во Дворце ветеранов, в доме, где сердца согреваются, хочется их сплотить. И, конечно, нам очень важно, чтобы память поколений передавалась. Мы часто приглашаем детей. Гости литературной гостиной – участники творческих коллективов Дворца ветеранов, солисты вокального коллектива «Ноктюрн», «Дома культуры Заря», члены Пушкинского общества, юные чтецы – это учащиеся школы номер 99, а также все, кто любит творчество поэта. Александр Сергеевич Пушкин для всех членов Пушкинского общества и для всех людей России – это огромная величина, это гениальное наследие русской поэзии, это истоки русской литературы. И недооценить творчество Пушкина для россиян и для всего мира, конечно же, нельзя. Пушкин, как говорят в народе, это наше все. В холле Дворца ветеранов – портреты Александра Сергеевича, а также картины, которые отражают разные моменты жизни и биографии Пушкина. Их написали самарские художники. Прежде всего, конечно, здесь представлены портреты Пушкина, причем это не настолько известные портреты. Здесь представлены картины, которые рассказывают об основных жизненных этапах. Это и Болдинская осень, конечно же, женщины, которые играли огромную роль в жизни Пушкина. Это и его жена, и, конечно же, няня Арина Родионовна. Ну а самое главное, что здесь представлены работы, которые посвящены его сказкам. Презентовали новую художественную выставку «Несколько объединений Самары», в том числе и студии изобразительного творчества Дворца ветеранов. Автор уже готовится к большой выставке, посвященной юбилею Пушкина. В июне исполнится 225 лет со дня рождения поэта. Виктория Шарая, Григорий Прешаков. События. Общение с любимыми авторами, творческие мастер-классы и тренинги в Самаре продолжает свою работу. Поволжский книжный фестиваль. На площадке выставочного центра «Экспо-Волга» собрались представители ведущих издательств, библиотек и музеев из разных городов России. В удивительный мир литературы окунулись и наши корреспонденты. Знакомьтесь, это волшебник по имени Жак. Веселый ржеволосый паренек, главный герой детских сказок Натальи Черных. Свои произведения автор пишет в стихах. Строки легко запоминаются маленькими читателями, а яркие картинки радуют глаз, отмечает Наталья. Наверное, поэтому ее книги так полюбились многие. Расходятся на ура не только в Самаре, но и за ее пределами. Причем интересно, что одна книга действительно ушла во Францию. Девочка одна узнала о моем персонаже и вот попросила, написала письмо Деду Морозу. И до меня вот эта просьба дошла. Я отправила одну книгу именно «Волшебник Жак в Самаре». Его многие знают. Мои книги в библиотеках города. Я выступаю в школах, также в библиотеках. Провожу творческие встречи. В Самаре продолжается Поволжский книжный фестиваль. На площадке выставочного центра собрались представители ведущих книжных издательств, библиотек и музеев. Они приехали из разных городов России. Здесь каждый найдет литературу по душе. Студентам и преподавателям пригодятся учебные, документальную оценят историки, а художественную – любители прекрасного. Люди остаются читающими, особенно детская литература. Она очень хорошо уходит, потому что родители стараются в детстве меньше давать компьютеры и телефоны, а читать книги. Можно вспомнить произведения отечественных авторов и познакомиться с творчеством зарубежных. А в перерывах между чтением посетить мастер-классы, побывать на встречах с писателями, послушать образовательные программы. А еще это возможность открыть для себя новых авторов и пополнить свою домашнюю библиотеку парой-тройкой интересных книг. Да и просто пообщаться. К сожалению, не все имеют это возможность, в тот же интернет, и некоторым просто интересно прийти вот в такую большую выставку и узнать, что вообще происходит в литературном мире, в книжном мире. Пока жива традиция слова, жив русский народ. Эксперты отмечают, бумажные экземпляры и по сей день популярны. Они имеют неповторимый шарм и привлекают читателей своей традиционностью. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали на своих площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает самарцев посетить цикл открытых интернет-трансляций, посвященных передовым технологиям и новым возможностям в жизни каждого человека. Узнайте больше о нейросетях и искусственном интеллекте, а также о новейших возможностях информационных технологий, которые открываются для каждого благодаря увлекательному формату трансляций. Окунитесь в мир инноваций и узнаете, как современные технологии могут изменить вашу жизнь. Открытая цифровая трансляция цикла передач пройдет с 14 февраля по 12 апреля 2024 года на портале «Россия.РФ». Администрация железнодорожного района опубликовала карточки, из которых видно, куда обращаться с жалобой, если на ваш автомобиль с крыши упала сосулька, или вы поскользнулись на тротуаре. Если сосулька упала с крыши офисного здания, или вы поскользнулись на его крыльце, ответственность несет собственник здания. Если вы упали вблизи аптеки, магазина или кафе, расположенных на придомовой территории, УК или ТСЖ. Если происшествие случилось возле муниципального учреждения, районной или городской администрации. Если из-за наледей или сугробов произошло ДТП, муниципалитет или Министерство транспорта. Горячий фоторепортаж с места событий. Так называла свою публикацию в телеграм-канале администрация Красноглинского района. В уборке снега коммунальные службы района стараются задействовать все силы и подкрепляют к посту соответствующие фото, на которых видно, как идет работа по расчистке внутри квартальных проездов и тротуаров. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова